Проект газопровода ТАПЕ внесет значительный вклад в энергетическую безопасность глобального юга. Об этом CBC заявил эксперт в области энергетики Алмаз Абилдаев. В последнее время на повестку дня снова начали выходить проекты, начало которым было положено много лет назад, но их реализация не удалась по разным причинам. Одним из них является строительство газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, интерес к которому в последние два года резко вырос. Протяженность газопровода мощностью до 33 млрд кубометров в год составит 1853 км. Он проляжет от газового месторождения Галканыш в Туркменистане через территорию Афганистана и Пакистана до границы с Индией. Прокладка туркменского участка ТАПЕ в 214 км уже завершена. По мнению экспертов, Ашхабад стремится как можно скорее выполнить проект и воплотить его в реальность, так как инициатива ТАПЕ позволит стране снизить зависимость от своего крупнейшего покупателя Китая. Этот проект неожиданно начал оживать и возможно воплотиться в жизнь. И как вы знаете, Туркменистан почти достроил до границы уже свою часть газопровода. Теперь, если мы будем говорить о рисках, там есть, это сейчас идет вторая фаза освоения этого глобального месторождения, которое занимает второе место в мире, как вы знаете, Галканыш. Вообще, туркмены рассчитывают, что в течение 20 лет они будут добывать 200 млрд тонн на этом месторождении. Большую роль внесет в энергетическом безопасности глобальный юга. Второй вопрос. И с приходом денег политическое влияние Туркмения возможно возрастет в будущем в Центральной Азии. Несмотря на усилия заинтересованных сторон, строительство этого трубопровода до сих пор не завершено. Из-за ряда региональных и глобальных проблем. К ним относятся нестабильность и низкий уровень развития Афганистана, напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном. Также страны Запада рассматривают ТАПИ как политический проект. Однако власти Афганистана в последнее время активизировали работу по продвижению ТАПИ. Так, в январе текущего года в Кабуле заявили об обеспечении полной безопасности в стране. Это дает больше возможностей для реализации трубопроводного проекта, чем прежде. В октябре стало известно, что талибы приняли решение о выкупе земель вдоль трассы будущего газопровода и готовы приступить к строительству своего участка. Самый сложный участок переговоров, который касался Афганистана, он вроде бы на словах урегулирован. Но мы, как все знаем, пока газ не придет от Галкеныша до Фазылки, поговорить об этом очень тяжело, так как еще тысячу нюансов могут быть препятствием в этом вопросе. Но самое интересное, что зрелость афганских властей сейчас удивляет. И, возможно, этот проект пока теоретически возможен, скажем так. Там еще также параллельно идет четвертая ветка должна достроена до Китая. И основные инвестиции в развитие этого месторождения идут со стороны китайской стороны, как говорится. Будет ли китайская сторона поддерживать направление ТАПИ этот проект, вот этот является вопросом. Продолжение следует...